Вы всегда видите лишь последний кадр, играя роли в чужом кино. Всё тайное становится явным. Это журналист, вы что делаете? Что вы делаете? Это журналист! Находите деньги за выезд до приезда полиции. Приветствую вас. Добрый день. Благодарю, что нашли возможность для диалога. Уж не знаю, каким он выйдет, но я уверен, что вы как офицер не уйдёте от вопросов. Вы уж точно не сбежите с интервью. Несмотря на то, что вопросы могут вам нравиться, по-человечески не нравятся. И перед самым началом я попрошу вас представиться, чтобы все к себе давали отчёт, с кем я сейчас общаюсь. Глава громадской организации, громадская спилка участников АТО ОДЭЩИНЫ, Шестаков Сергей Иванович. Представитель как раз участников АТО. В боевых действиях вы принимали участие в АТО? Так. В 2014 году, когда начались боевые действия, я был как раз на пенсии. Ну и поступило предложение о формировании подразделения «Шторм». «Шторм» батальона. Да, батальон «Шторм». Есть такой у нас при ГУМВС. Если вы все помните, тогда считалось, что антитеррористическая операция АТО должны были действовать либо национальная гвардия, либо милиция, либо СБУ. Армия вроде как не должна. Поэтому практически все, если вы помните, добровольческие батальоны создавались при ГУМВС или при национальной гвардии. Таким образом пытались уйти от коллизии с законом. И то же самое при ГУМВС у нас в Одессе формировался батальон «Шторм». Я был заступник командира батальона. Ну, как он был адаптодисмент? Да, да, да. Командир батальона был Павлишин, замкомандир батальона. Правильно я понимаю, что вы лично в том числе знакомы с Евгением Мирошниченко? Не только знаком, будем говорить, он был, ну, как и подчиненный на тот момент, он командиром роты, но и воевали вместе. В 2014 году как раз с его роты я выезжал, был, исполнял обязанности командира батальона в ротации, когда проходила в Луганской области. И его как раз подразделение было тоже, составляло основу нашей группы, которая подчинялась Луганскому УВС. Ни для кого не секрет, что 13 июля 2018 года произошли определенные события на переулке Некрасова-Гоголя. В результате этих событий 5 человек получили разную степень тяжести повреждения от легких повреждений, когда мы говорим про журналистов, до тяжких, когда мы говорим про представителей адвокатской компании. Это столкновение было с представителями так называемой муниципальной стражи Одесского городского совета. Я понимаю, вы знаете эту структуру, знакомы? Понимаете, как не то что знаю, я ее создавал. Я был замк директора по созданию КП муниципальной охороны. И тоже отвечал как раз за кадровую работу за подбор персонала. Так что вам повезло. Я и там, и там. Прекрасно. Результаты столкновения это серия уголовных дел в отношении представителей бывшей муниципальной охраны. Не, 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 они называются уже коммунальной установкой. Муниципальная стража. Вот. В том числе, безусловно, те лица, которые привлечены к уголовной ответственности. Три человека получили домашний арест в качестве меры пресечения. Еще ряд у лиц будет сейчас предъявлено подозрение прокуратурой. Безусловно, в своих показаниях эти лица напрямую говорили, что в том, что произошло, они как раз приказы давал лично Евгений Мершниченко. Это я говорю сейчас о данных, которые известны на текущий момент. И, ну, никакой не секрет, что мы перед интервью тем людям, с которыми мы общаемся, предоставляем материал для того, чтобы могли посмотреть видео, проанализировать, ну, сложить некую свою картину, свое представление, да. Поэтому первый вопрос, он будет как бы общего характера, да. Вот по тем виде материалам, которые вы увидели, как бы вы могли их охарактеризовать. Вот то, что произошло в течение 10 минут календарных Некрасова Гоголя. То, что вызвало международный резонанс на данный момент времени и поставило под вопрос существование, юридическое существование такой структуры, как муниципальная стража. Ну, во-первых, по материалу я могу сказать так. У меня неоднозначное отношение к этому. Первое. Я не вижу первой части, с чего началось. Начало, как будто бы кто-то обрезал и не показывает. Я посмотрел в интернете то же самое. Из того материала, который я вижу, я могу так сказать, ну, не правы. Надо было сдерживать себя. Нравится, не нравится, как и полиции, так же и коммунальные установки. Человек должен как бы сдерживать, выполняя свои какие-то служебные функции. Почему так произошло? Ну, я вам сказал. У меня первой части нету. Из того, что вот разговоры идут, у нас же среди, там же, кстати, в коммунальной установке очень много участников. А то, и мы тоже когда-то, я позадавал некоторым вопросы. Ну, у меня, например, есть информация, то, что кто-то из ваших журналистов брызнул в глаза и с баллончиком, и кому-то с этой, с коммунальной установки, и началась вот эти вот разборки. Вот. И такое есть. Насколько это правда, я не могу. Это будет разбираться суд, вы понимаете. Ну, начали досудебное расследование, начали решение об внесении данных ИРДР, после этого подозрения прокуратуры, после этого уже суд. Ну, я почему это вам сказал, говорю, что есть такая же вот беседа, вот если вот спрашивать людей, говорю, что получилось, я говорю, ни с того ни с сего цепляться к журналистам, ну, это глупо. Особенно, если журналист не предвзятый, он просто берет, сбоку снимает и все. Но тут разговор идет, что именно вы, как журналисты, вы именно ввязались в это дело и кому-то брызнули в лицо тоже полочками. Скажите, у нас, вы где материалы смотрели? Ну, я же говорю, я не вижу первую часть, я вижу уже, когда идет сама драка, когда вот это вот... Давайте вам так далее. Самое начало, с чего началось? Вопрос началось с того, что приехала группа лиц из 40 человек. Да. Представители якобы вот этой самой муниципальной стражи, не предъявляя каких-либо документов, удостоверений, не предъявляя решений судов, то есть не предъявляя вообще никаких документов, они начали так называемый демонтаж четырех железных сооружений. Четырех железных сооружений. В результате представители службы безопасности адвокатской компании, кто устанавливал эти сооружения, у которых были согласованы документы на то, что эти сооружения находились на том месте с парксервисом, с департаментом муниципальной безопасности, они, безусловно, попытались защитить свое имущество от незнакомых людей в количестве 40 человек. Потому что их было двое. А количество людей, которые приехали на машину, было 40 человек. Из них часть были одеты по гражданке, часть были с нашивками, шевронами, Одесский городсовет и муниципальная квартира. Поэтому первое, с чего, если начинать, то это группа лиц, которая приехала для того, чтобы уничтожить чужое имущество. Без предъявления каких-либо документов и соответствующего удостоверения. Я не знаю, просто когда вы готовили коммунальную охрану... Поэтому, когда вы это говорите, мне как-то немножко... Либо вы что-то недопонимаете в работе коммунального установки, недопонимаете, я могу сказать, либо предвзято относитесь к ним. Получается, почему... То есть вы не допускаете, что они могли так поступить вообще? Я не допускаю по одной маленькой причине. Если вы знакомы, ну как, не только с армейским, а с любой структурой, которая называется силовая, охрана, милиция и все остальное, люди не выполняют действия на свой... Ну, как говорят, сами по себе. То есть вот собрались и пошли, решили там что-то сносить. Значит, я так понимаю, у них должно было быть. Почему? Потому что согласно законодательству, как вы говорите, я просто смотрел, вот тоже, что вы говорили там с Кендеркнехтом, это коммунальная установка. Это не охранная фирма. Я почему говорю, я вот Константин просто сказал, говорю, что вы неглубоко, наверное, разобрались немножко. Вы возьмите, почитайте устав, коммунальная установка. А вы не знакомы с уставом муниципальной стражи? Я знаком с уставом. На тот момент, когда я был там, когда я ее создавал, было КП муниципальной охороны. Значит, когда она создавалась, как и любое предприятие, ей подразумевается устав. В уставе есть виды деятельности. Вы же знаете, без любой организации. Так вот, в одном из положений там было, это не означает, что только они несут охрану объектов городской собственности. Они также выполняют решение городского совета по выполнению правил благоустройства. То есть, если кто-то незаконно где-то установил, юнит-парк, затем магазинчики, на пляже что-то захватил, у них, согласно их уставу, они на основании решений городского совета участвуют в демонтаже. Это у них прописано. Поэтому, когда говорят, что вот что они приехали туда, если они охраняют, ну, это неправильно. У них, кроме этого, еще куча разной деятельности. Я на сегодняшний день не готов вам сказать, потому что с коммунальной установой я не был связан. К сожалению, вот в том-то и проблема. Потому что эта структура имеет лицензию на охранную деятельность. И чтобы они не прописывали, они подчиняются законам охранной деятельности. Нет. Каким это время? Нет. Но законодательного, то есть, вы знаете знакомый с законом Украины, то в Верховной Раде с 2015 года лежит закон о коммунальных стражах, и он до сих пор не принят. Согласен. То есть, законодатель нашего... Только не коммунальный страж называется... Коммунальный вактор, муниципальный страж, да. То есть, законодатель на данный момент времени не приняло решение касательно законности действий структур. Все, что они могут делать, оно ограничивается не командами чиновников на местах в Одессе, понимаете, да, а законом Украины. А закон Украины их ограничивают. И даже не об этом вопрос. Мне, на самом деле, даже не об этом вопрос. То есть, первый факт, который мы можем точно зафиксировать, что когда лица, которые выезжают на место с шевронами на муниципальная стража, но, к сожалению, вы с ними не знакомы, вы знакомы с их предшественниками, с муниципальной охраной. Правильно ли я понимаю, что они должны предоставить и удостоверение, и документы на осуществление своих действий? Ну, естественно, должны показать предписание. Это факт, наверное. Если, допустим, те же люди, которым приезжают, были уведомлены, они должны были, по-моему, где-то за 10 дней получить предписание, либо самостоятельно сносят, либо через 10 дней приезжают и их сносят. Первый факт, с которым я хочу вас познакомить, то, что предписание о демонтаже на 13 июля, даже предписание, я сейчас не говорю даже о законности этих предписанных, потому что в суде, я вам сейчас подружу этот фрагмент, к сожалению, юрист Департамента муниципальной безопасности признал факт, что с января 2018 года у структуры под названием Департамент муниципальной безопасности и Управления благоустройства и эпилогии нет полномочий и нет никаких должностных инструкций. Это официально зафиксировано на видео во время судебного заседания. Представник позвоночника, адвокат Тарасенко, Гриня Васильевна, документы в справе... Представник Пирожичок, адвокат Тарасенко, Виктория Михайловна. Представник Пирожичок, адвокат Тарасенко, а также садовая инструкция головного специалиста. А на каком участке они на подставе чего працюють? На подставе положено? Какое? Про департаменты. У них не было никаких инструкций? Сколько? Ну, они находятся в момент реорганизации, они находятся в недостаточно. Коли я бы хотелось? В сечение. Так что на сегодняшний час особо ничем не используются, час действия муниципальных бомбажей, те, кто положим, по правилам удовольствия. То есть, по сути, муниципальная охрана не имеет права вообще никаких подписаний никому отдавать на данный момент времени. То есть все действия департамента муниципальной безопасности с января 2018 года незаконны. Но это не касается конкретной структуры, о которой мы сейчас говорим. Потому что если мы говорим о деятельности людей с шевронами, то это другая структура, это муниципальная стража. Раньше она называлась муниципальная охрана. И первое, что нужно понимать, и эти видео находятся в судебном следствии, сейчас у следователей, то что лица, которые прибыли 13-го числа. Первое. В предписании департамента муниципальной безопасности не было даже адреса некрасхода на 13-е числа. Пункт номер один. Пункт номер два. Лица, которые прибыли на это место, не предъявляли никаких удостоверений, никаких документов, они просто начали действовать. Это пункт номер два. Пункт номер три касается того, как эти лица действовали. Если вы создавали предшественников их, я имею в виду муниципальная охрана, то у меня несколько есть вопросов. Чисто послушайте. Давайте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сотрудники вот этой муниципальной охраны, а не муниципальной стражи, имеют ли они право похищать людей? Нет, конечно. Конечно, нет. Не имеют права? Нет. Принято. Тогда я вынужден вам продемонстрировать очень важный фрагмент с участием воспитанника Льва Викторовича Кендеркнефта, вашего бывшего подчиненного. Внимание на экран. Это журналист, вы что делаете? Что вы делаете? Это журналист. Что вы такие? Подождите. Что вы такие, я сказал? Своим здесь. Это журналист, вы что делаете? Вы нарушаете закон статья 171. А журналистам можно закон нарушать? Какой закон? Он находится при исполнении. Что вы делаете? Да не ухожу, блядь. Что? Едем, что? На следующий день за приезд на полицию. Первый вопрос. На основании чего применено спецсвездо, по вашему мнению? Представлял ли этот человек, по вашему мнению, угрозу достаточной степени, будучи журналистом, с удостоверением? Лица были проинформированы о том, что это журналисты. На каком основании было применено спецсвездо, по вашему мнению? Их-то готовят? У меня простой вопрос. Да я думаю, что нет. Их не готовят, а скорее всего нервы сдают у некоторых. Вот и все. Ну, нервы, вы же знаете, нервы в любом случае влекут последствия уголовного характера. Правильно. Вот это я вам почему в самом начале и сказал. Говорю, что суд разберется в этом вопросе. То есть их не готовят к тому, чтобы применять спецсвездо у вас не лиц, которые не доставляют без какой-либо опасности? Смотрите, нет. Спецсвездо для защиты себя при выполнении. А кого-то атаковал журналисты? Я вам это говорю, что они имеют право. Точно так же, как и журналисты имеют право принять и травматическое оружие, и тоже спецсредства для своей защиты. Правильно? Вы абсолютно правы. Единственное, что ключевой момент, вы правильно говорите, это слово «защита». В данном случае человек уже до этого получил порцию слизоточевого газа. Его окружает 4 человека, 4 сотрудника. И у меня вопрос, а кому он в данном случае угрожает? По вашему мнению, эксперты, если вы готовили людей, то вероятнее всего здесь есть знакомые люди. Ну, конечно. Да. Некоторых из них лично брал на работу. И в этом у меня вопрос. То есть на каком основании эти лица применяются за защитой газ? По отношению к человеку, который не представляет никакой опасностью. Знаете, Константин, я сейчас честно вам скажу, не готов. Я аж почему вам и сказал, что я же не разбирал по этому вопросу. Мы же с вами сейчас смотрим то, что используют следователи для расследования. Я вам говорю, что то, что следователи используют, я в самом начале сказал, я не видел начала. Почему? Потому что если, допустим, до этого по нему что-то применили, и он в ответ применяет, я же не знаю. Вот он схватил того человека, может, который применил по нему спецсредства. И сейчас в данном эпизоде… Я же почему вам говорю, я не знаю. Яночка, у меня простой вопрос. В данном конкретном эпизоде вы видите, чтобы это лицо журналистов какую-то опасность предоставляло для четырех сотрудников муниципальной охраны? Да или нет? Ну, честно, нет. Не вижу. Что вы делаете? Уберите, пацаны, замужите. А ты ж ты урод, бля! Я сейчас тебя не в полицию отвезу, а вас с тобой по-другому разберу. Мы сейчас в другое место бежим. Откуда они возвращаются, бля? То есть может ли сотрудник муниципальной стражи или муниципальной охраны насильно, насильственным способом увозить одного гражданина Украины из точки в точку? Ну, в принципе, должны были дождаться полиции. В том-то и дело. Ключевой момент – дождаться полиции. Задержать могут. Будем говорить, даже вы знаете, есть такое гражданское задержание. Задержать на месте, если какое-либо совершено правонарушение, можно. А вот насчет того, что куда-либо там доставлять или еще что-то, должны были вызвать полицию, которая должна была зафиксировать. Ну, это, будем говорить, так должно быть. Журналист. Журналист? Да. Общественный прибой. Покажи. Вот дай я посмотрю, что ты, блядь. Дай я посмотрю. Журналист. Не препятствуй идти журналистской деятельностью. Покажи. 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 Что сзади снимаешь у меня? Где? Где? Не, ты что, бессмертный. О, дядя, ты думаешь у тебя будет, что ты меня снимаешь? Снимай. А вот я сейчас фотоаппарат разобью и тебе еще лису разобью, ты. Новый купишь? А кто вы такой? Как вас зовут? Я украинец, ты, мось, и нахуй. Иди отсюда! Кто их этому учил? Кто их этому учил? Ну, опять же, когда вы говорите, кто этому учил, я таки уже вопрос могу вам сказать. У нас все журналисты выступают как Russia Today. Их всех так учат. Я сейчас конкретный случай рассматриваю. А я вот тоже говорю, это не означает, что их всех так учат. Это эмоции одного человека. Там вы видите кучу людей. То есть их так не учат? Нет. Я сомневаюсь, что их кто-то так учит. Я же поэтому задаю вопрос. Все должны корректно друг к другу относиться. При выполнении своих служебных обязанностей их, в принципе, учат. Это уже просто у человека, видать, играет эмоции, что я считаю, что, в принципе, как бы недопустимо. Люди должны как бы себя сдерживать. Как бы недопустимо или недопустимо? Недопустимо. Недопустимо все-таки. Почему? Потому что, когда мы говорим про эмоции человеческие, вы же поймите правильно. Я, например, знаю не понаслышке, как работают у нас с общественностью, с журналистами. А видел это своими глазами. Когда у нас журналисты считают, что им нужно все. Общественники считают, что им можно все. Потому что в нашей стране как-то уже поставлен вопрос, что общественно это до одного места. Главное личное я. Как бы бесценность в чем вся проблема. Приехало 40 человек, из них в отношении 10, а то и 12 будут возбуждены уголовные дела. Ни один, Сергей Иванович, ни два. Прошу обратить внимание. То есть 10 из 40 это очень высокий процент. Это 25 процентов. Ну, кстати. Вот Мирошниченко на основании чего он возил человека? Кто ему позволил? Это вы у него спросите. Ну, то есть это, смотрите, это боевой офицер. И вот в АТО... Боевой, отличный офицер. Великолепно. Отличный командир. То, что в АТО можно, то в мирной жизни это преступление. А вы знаете... Или это неоднозначная позиция? Знаете, вот как, вот вроде бы все правильно вы говорите. А с другой стороны неправильно. А что неправильно? Ну, объясняю. Вот смотрите. У нас все люди, я беру 14-й год, воспитаны были, наверное, что Родину надо защищать. Да? Хлассная тема. Хорошая тема? Согласен. Как вы думаете, в 14-м году все побежали сразу в добровольческие батальоны? Даже наша доблестная Одесса? Единицы, наверное. Правильно. Красивые слова? Все говорят, да. Но когда доходит до дел, оказываются в кусты. Точно так же и здесь. Смотрите, я почему говорю, вот допустим, коммунальное... Я уже тоже рассматривал, у нас были такие вот нюансы, все остальное. Как вы вот считаете, КП, муниципальная стража, да, вот сейчас КУ установа, она сталкивается каждый день с нарушителями или нет? Не могу знать. А вы поинтересуетесь. Вы, кроме как, ну, покритиковать можно, я согласен с вами. Я не критикую. Здесь вопиющий факт. Вы считаете, что вопиющий факт, я считаю, когда будет полностью разберутся. То есть то, что люди действуют недопустимо... Неправильно. Вы сказали недопустимо. Не, неправильно, неправильно. Хорошо, даже недопустимо. Пускай будет недопустимо. Это разве не вопиющий факт? Ну, есть еще и такое понятие, как бы их не вынудили к этому делу. А как можно вынудить человека совершить преступление? Ну, вот вы мне взяли и сказали, говорит, вот, допустим, я стою с того же КУ рядом, а ваш журналист применил против меня, как говорите, слезоточивый газ. Хотя я, может быть, в этом деле не участвовал, а рядом со мной кто-то. Какое у меня должно быть отношение к нему? Сказать, продолжай в таком же дальше? Я сейчас говорю про действия. А я вам и говорю, что там эмоции работают. Вы же видите. Квеча, два пирата. Разве нет понятия психподготовка в таких подразделениях? Ну, психподготовка. Психподготовка есть везде, будем так говорить. Какая-то существует. Существует. То есть эти лица должны быть... Ну, будем говорить, даже не психподготовка, а больше отбор людей. Ну, понятно. Профотбор, и люди должны находиться в таком психическом состоянии, отобранное, да? То есть если это контуженный офицер, то его нужно реабилитировать и уж точно не допускать к работе с охранной деятельностью. Я сейчас не говорю про конкретное лицо. Я говорю о том, что психически... Это вы вообще говорите? Да, я говорю, что... У нас контуженных, которые, как говорите, допустить, таких не было. Ну, великолепно. То есть существует профотбор, и существует требование с точки зрения психологического состояния субъекта. И если мы видим, что психологическое состояние субъекта позволяет ему, как вы говорите, вот эмоции, да, для охраны эмоции непозволительные. Вот вы уж простите, но это охрана. То есть они получают деньги из горсовета, из бюджета, за то, чтобы они со своими эмоциями разобрались дома. Понимаете? Это вот женщина, которая идет на улице, да, она... Ее кто-то послал далеко, да, и она взяла и бутылем ударила по голове. Эмоции. Это не офицер, не бывший офицер. Она не проходила подготовку. У этих людей не может быть эмоций. Значит, я с вами, может быть, соглашусь. Не может быть, я, наверное, согласен, будем так говорить, в том, что человек должен, когда он идет куда-либо делать, если он идет в пожарники, то он должен быть готов тушить пожар. Если он идет работать с людьми, он должен быть готов работать с людьми. С этим я с вами согласен. Я вам перед этим задал вопрос, говорю, почему. Вы интересовались вообще деятельностью КУ? Сколько на день им приходится сталкиваться, будем говорить, с неадекватными людьми? Статистики такой, к сожалению, нам нигде нет. А я, например, могу так вам сказать, говорю, практически каждый день. И что? И что? Я почему говорю? Что у кого-то, может быть, нервы издают. У кого-то, может быть, нервы издают. В этой структуре. Ну, это вот как раз и будут разбираться, будет проводиться служебное расследование и все остальное. Смотрите, те, у кого сдают нервы, должны сидеть дома и заниматься другими делами. Им не место работать со спецсредствами. Им не место работать с людьми. Ну, это же будет, вы же сами сказали, идет следствие, идет разбирается. Я сейчас не про следствие, я сейчас общаюсь с боевым офицером. Разве это не очевидно, что если человек психически не готов работать в конфликтных ситуациях, то ему нельзя выдавать спецсредства? Разве это не очевидно? Я не согласен с тем, что он не готов работать в конфликтных ситуациях. Конфликтные ситуации бывают разные. Бывает, когда они обостряются, бывают они низкого уровня, высокого уровня. И вы знаете, от этого зависит и поведение человека. Поэтому тут вот так взять и сказать, что у человека конфликтная ситуация, все, ему нельзя. Конфликт тоже бывает разным. Безусловно. Понимаете? Но если человек, как вы правильно говорите, допускает эмоции в своей работе, и он психически нестабильный, то я понимаю, что им не место, значит, в этой структуре. Им место помидоры продавать, и заниматься другими. Подождите, Константин, я ни разу не видел, чтобы у нас журналисты начали бы, будем говорить, гвоздить журналистов, которые говорят неправду. О, это мы с вами отдельно можем пообщаться. Я вам продемонстрирую, как это происходит. Я почему это говорю? Почему? Хотя вы тоже можете сказать, не может быть журналистом тот человек, который врет. Не может быть, это официальная позиция. Я вчера это говорил руководитель Национального союза журналистов Украины, потому что они сделали то, что вы только что описали. И я им лично это заявил, и вчера они были вынуждены откорректировать недостоверную информацию, которая вышла в Киеве. Я с этим работаю, к сожалению, каждый день. У меня позиция однозначна в этом, что если журналист нарушает закон, то он должен нести ответственность за свои действия. Точно так же, как любой сотрудник структуры коммунальная варта. Правильно. Но здесь еще серьезнее, потому что... Каждый должен отвечать за свои поступки. Сто процентов. Именно так. Но если у журналиста есть допуск к камере, например, или к телефону, то у сотрудника муниципальной охраны или муниципальной стражи есть допуск к спецсредствам. Это журналист, вы что делаете? Вы нарушаете закон. Сатья 171. Какой закон? Он находится при исполнении. Что вы делаете? Таня, ухожу, блядь! Едет, что? Находите день за вызов, за приезда полиции. Послушайте сейчас внимательно, что говорит Денис Раздорожный. Дениса Раздорожного вы верюете не все прекрасно. Естественно, он был в шторме. Великое. Почему не он? Слушайте внимательно его слова. Приезда полиции. Ну что, потому что у пацанов команда, понимаешь? Надо ебать, надо сделать скотки, надо сделать нормально. Я повторю, для тех, кто не услышал. Денис Раздорожный сказал, у пацанов была команда. Либо это сделать с кровью, либо это сделать нормально. Подчеркиваю, что Денис Раздорожный это официальное лицо. Если не ошибаюсь, один из инспекторов КУ муниципальная стража. Как это может вообще происходить? Это я могу только одно сказать. Я говорю, что такие вопросы надо поднимать гораздо выше. Что у него спрашивать? Вы что думаете? Поэтому вот такие допустимые вещи. Вы как вы думаете? Приказ у людей приехать к мирному населению. Это он так решил. Подождите, он официальное лицо. Он не парень с улицы. Вот еще раз подчеркиваю, у него удостоверение этой структуры, которая действовала в этот момент времени на улице. И это лицо официально заявляет. Был приказ действовать либо с кровью, либо нормально. Это умысел. Плюс отсутствие полномочий у департамента муниципальной безопасности. Плюс отсутствие предъявления документов и удостоверений. Плюс отсутствие в предписании даже адреса Некрасова 1. Чем занимается эта структура в таком смысле? Значит, давайте так, то, что в этом вопросе, я вам сразу, с самого начала сказал, что здесь, говорю, у меня неоднозначны. То, что те вопросы, которые, они неправы, в том числе то, что вот сейчас Денис Раздорожный говорит, это неправильно. 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 Они должны действовать в соответствии, согласно с их положением, уставом, предписаниями и все остальное. Слово предписание я не беру. Устные указивки кому-то глаз выколеть, или пасть порвать, как говорят, или еще что-то. То есть, все-таки приказ, он ниже, чем регламент. То есть, если мне отдают незаконный приказ, то я не обязан. Я с вами согласен, правильно? Все правильно. Даже написано и в армейских так уставах. Другое дело, я всегда говорю, насколько ты можешь оценить этот приказ, правильно или неправильно, будь готов тогда нести ответственность за невыполнение приказа. Вот и все. Это вы все правильно говорите. Что касается КУ, коммунальной установки. Как я вам сказал, там много людей. И даже среди этих людей, вы уже видите, очень много смотрели, наблюдали и не действовали. Потому что они знали, что есть какие-то правила и все остальное. Почему я сказал, что очень много эмоций. Что я могу сказать? Говорю, ну, слабенько, надо готовиться лучше. Поэтому, насколько правильно, я могу сказать. Единственное, желаю коммунальной установки более хорошего юриста. Уже адвокатом. Уже юристом. Нет. Ну, адвокат это конкретные люди. Давайте так. Уже адвокат. Вы не против установки все будете воевать. Нет. Понимаете? Никто вообще воевать не будет. Я не буду устранять юридически. Поэтому я говорю адвокат. Значит, я почему говорю, что это те люди, которые будут виновны. Вот это адвокат. Я с вами согласен. Но там еще есть кто чем-то человек, который выполняет свои обязанности. Кто-то охраняет мэрию, кто-то еще чего. Поэтому они никакой ответственности в этом вопросе не несут. Они выполняют свои должностные обязанности. Точно так же, как в полиции есть один взяточник, а десятки работают нормально. Точно так же, как в армии есть один ворует, а другие служат нормально. Это везде так. Поэтому тут бы я как бы сказал, что более юридически надо подходить правильно к этому вопросу. Если вы сказали, что у них столько нарушений, ну, я не понимаю. Я знаю, что в мою бытность, даже когда выезжали и все остальное, была официальная бумага. Если этой официальной бумаги нет, ну, значит, будут отвечать по закону. Если же эта официальная бумага была, значит, будет отвечать юридическая компания и журналисты, которые, будем говорить, оказали сопротивление решению городских властей. Это могу таким образом сказать. Время это покажет. Что касается коммунальной установы, могу вам так сказать. Каждый у нас человек в Одессе, каждый человек, кричит. Там где-то сносят деревья, там где-то хамы ставят неправильно машину, паркуют. Там кто-то взял, вот, как говорят, паркоместо себе взял, решил забить, а то, что люди там проезжают, все. Четвертый коляску ставит перед подъездом и думает, что ему так положено. Кому-то надо будет эти вопросы решать. Когда они будут решать, будет подниматься гвал, что что-то незаконно, что-то неправильно. Поверьте мне, это будет. Я говорю, можете посмотреть даже по въезду на прибрежную территорию, трассу взорвая. Я видел, как эти водители возмущались, кричали, почему ему нельзя проехать, у нас нет запрещения на передвижение людей и все остальное. Кому-то придется брать на себя эти функции и выполнять. Так никто не против. Я считаю, что КУ должно действовать, единственное, что должно действовать в рамках закона всего полностью. И такая структура должна быть. Вся проблема этой ситуации в том, что эти люди обязаны защищать. Им для этого выдавали спецсредства. Еще один фрагмент. Потому что у пацанов команда, понимаешь, им надо либо это сделать с кровью, либо это сделать нормально. Журналист идет в место события. Говорит, что он журналист. Не применяет ничего с камерой. И в это время происходит применение спецсредств с двух сторон. Удар по голове, толчок и еще добивание на полу. Это коммунальная стража? То есть это выполнение регламента или это самовольное действие? Вот вы это создавали? Вы их так инструктировали? Нет. Мы так не инструктировали. Это мне сразу напоминает Майдан. Когда студентов били точно так, которые падали и их били. Поэтому я с этим считаю, что это неправильно. Это я могу сказать. Я говорю, считаю, что это неправильно. Но я, как я вам сказал, говорю, там еще есть сотни людей, которые выполняют свои должностные. Поэтому просто говорить, это я, например, считаю, что неправильно. Что вся коммунальная установа это такие. Нет. Никто не говорит о том, что все ребята там способны действовать таким образом. Речь идет о том, что на данный момент времени, к сожалению, юридически, то, как они создавались, да, именно я говорю КУ, муниципальная стража, я не говорю про охрану, они создавались с таким количеством нарушений, вот именно эта структура, что они юридически будут ликвидироваться. Хотят они того или нет. То есть это не претензия персональная, имею в виду, что конкретному бойцу, конкретному сотруднику, или офицеру, понимаете, да? Это проблема тех людей, кто проектировал эту структуру, эту рацию. А то, что мы говорим про персональную уголовную ответственность, она касается только тех людей, которые применяли силу, и их действия уголовный кодекс квалифицировал как нарушение действующего закона Украины. Речь идет только об этом. Ну, я как я вам и сказал, говорю, что если создавалось с нарушением и не выполнено ряд требований, ну, что я могу сказать? Будут нести ответственность. При вас такого не было? Нет, мы старались, я не говорю, что у нас все было гладко, это будет нечестно, но мы старались все сделать под закон. У нас был хороший юрист, могу тоже так же сказать, который... Да, консультировал, объяснял, даже с личным составом проводили занятия, да-да-да, беседы, все остальное. Я как раз тоже отвечал, будем говорить, и за кадровый отдел, и за... Ну, был первый зам, будем говорить. Поэтому старались и людей подбирать, говорить, в этом ничего плохого нет, если люди хорошо выполняют требования старшего начальника. Другое дело, что начальник должен давать эти требования в рамках закона. Вы понимаете? Хуже, когда люди не выполняют требования. Каждый считает, на что он гораст. Вот здесь еще тоже, я говорю, я сомневаюсь, что их так учили добивать, как вот он палкой бьет и все остальное. Глубоко сомневаюсь. Это с головой надо дружить, на мой личный взгляд. Вы понимаете? Сто процентов, это очевидно. Да. Но, как я вам и сказал, говорю, что если... Вот от вас, вот так я смотрю, исходит, чтобы коммунальная установа прекратила свое существование. А может быть, надо сделать ее просто так, как она должна быть, нормально в рамках закона. Никто не против. Сто процентов сидит. Вот и все. Все только за, чтобы было как положено. То есть структура, которая, а, во-первых, она должна быть зарегистрирована правильно, без нарушений, без ошибок, без глупостей. Б, должны быть подобраны те люди, которые в состоянии выполнять обязанности в этой структуре. То есть они должны и навыками обладать определенной, и психологической устойчивостью. Чтобы не допускать сбоев, по сути, что они сделают? Они подставляют свое руководство. То есть руководство дало незаконный приказ. Раздорожный прямо об этом говорит. Приказ шел от Мирошниченко. То есть быть героем на войне не гарантирует быть добропорядочным человеком в мирное время, к сожалению. И сегодня его действия будут оцениваться как преступные действия. И они уже таким образом оцениваются. И он обязательно понесет наказание в рамках, безусловно, уголовного права. И не мне с вами решать. Я просто говорю о том факте, что на данный момент времени мы имеем стадию расследования. Ну, на стадии расследования, вот вы говорите, на стадии расследования, опять же, приводя Мирошниченко, что он будет нести ответственность. Согласен, каждый будет нести ответственность, то, что он заработал, будем говорить. Это мы увидим. Желаю, чтобы вы как раз показали, чем это закончится. Просто мне было бы тоже интересно, чем это закончилось. Почему? Потому что меня это тоже интересует. Вы имели отношение к... Что касается, как вы говорите, как человека, да, вот этих людей, многих я лично знаком, знаю. Это понятно, что я уже вроде как там не нахожусь. Что касается Мирошниченко, как вы сейчас сказали, человек на фронте, на этом. Ну, будем так говорить. Я его знаю, как до этого момента, и сегодня даже, как я его знаю, как порядочного офицера. Почему? Для меня порядочный офицер – это тот, который свое дело выполняет с любовью. Вы можете спросить даже, его бойцы, его уважали бойцы. Именно уважали. Это не то, что там, как бы вам сказать, похвала или еще что-нибудь. Я многих офицеров видел. С некоторыми, как говорят, в разведку не пойдешь. А именно этот человек, он грамотный. Его уважали за то, что он никогда не прятался. Если надо было даже вплоть до того, что на передовой там ползти или куда, брал бойцов и полз сам. Не сидел, в носу ковырялся и говорил, ну-ка, вы ползите, а я посижу в кустах и подожду. Ну, может быть, в данной ситуации у него какие-то эмоции сыграли. Но это неправильно. Эмоции надо держать, вы сами говорите, как говорится, в руках. Когда офицер увозит журналиста насильственным образом, в машине говорит, я тебя не в полицию отвезу, а туда, откуда не возвращается. Ну, я вам и говорю, что это неправильно. Я же вам тоже говорю, что это неправильно. Ну, как человека, вот я его знаю, и вы можете спросить многих. И даже на сегодняшний день, если вот как у меня спросят характеристику, а бывает такое в данном ситуации, я буду за него, как говорят у нас, стоять тоже горло. Ну, все равно, пока у него не будет. Не потому, что он, да, человек может и всегда и ошибаться, и все. Я его знаю с хорошей стороны. Этот факт, ну, я с ним не беседовал, надо побеседовать, узнать, что произошло, чего и как. Какое-то странное стремление у офицеров в отставке, былые заслуги, которые не в счет, уже не в счет. Жизнь, она течет и меняется. Надо помнить о былых услугах, но нужно смотреть, что сегодня себя представляет человек. А люди очень часто настолько увлекаются былыми услугами, что они живут прошлыми. А в настоящем творят то, что оно не подпадает ни под какие уже нормы, ни уголовного кодекса, ни моральные, ни этические, никакие. Поэтому я очень, это у меня, ну, серьезный спор с офицерами. Я говорю, господа, герой на войне, браво, ну, никаких вопросов. Но если он станет преступником в мирной жизни, то вот те его подвиги, геройства, они здесь, в конкретном месте, в конкретном эпизоде, который на фрагменте, не имеет никакого значения. Человек должен отвечать за сне. Ну, это не только военных касается, это касается всех. Безусловно. Теперь следующее. С одной стороны вы правы, а с другой стороны нет. Ну, это в Одессе. Объясняю. Нет. В Одессе, значит. Объясняю. Я, да, я пускай, объясняю. Объясняю почему. Смотрите. Ну, просто, чтобы было понятно. Приходит новый человек. По чем я должен его судить? Потому что он новый пришел? Или по его предыдущим делам? Конечно. По поступкам и событиям, которые известны. Конечно. Поэтому, когда вы говорите, что человек говорит, что раньше было, нет. И раньше учитывается. Раньше учится. Другое дело, что когда человек живет, он может спотыкаться, он может ошибаться, он может опускаться. Именно. Но это не означает, что я буду брать картинку себе делать. Вы знаете, вы мне сейчас напомнили, вас надо было в армию при советской власти. Почему? Потому что, например, хорошо-хорошо офицер служит, все остальное. Лучшее подразделение висит на доске. Случайно боец пошел, напился, и все, он враг народа. Хуже его нету. А я всегда задавал вопрос, почему по одному поступку считают, что он уже все? А почему не посчитать, что этот поступок, может быть, это, будем говорить, досадное или нехороший поступок, который не перечеркивает все человек. А может быть, ну, как говорит, сделал ошибку. Вот при советской власти, говорю, вот ваш подход, это было бы отлично. То есть, на сегодняшний день молодец, завтра у тебя боец напился, ты враг народа. Я считаю, что вы правильно поняли, я считаю недопустимым попытку оправдывать преступления людей, дайте завершу, пожалуйста, попытку оправдывать преступления конкретно людей и их былыми заслугами. Вот о чем я говорю. Подождите, а мы, скажите, сколько я с вами сейчас беседовал? Я где-то оправдывал. Я не про вас сейчас говорю. А кто оправдывает тогда? Ну, есть люди, которые и публично выступали, и не публично, которые пытаются сглаживать преступления, которые были совершены сотрудниками муниципальной стражи конкретного числа, 13 июля, на этой парковке, былыми их заслугами. И я считаю, что это мерзость, особенно, когда это офицеры пытаются делать. Потому что былые заслуги не дают права совершать преступления в настоящее время. Вот основная позиция. Лично моя, как гражданин, и как журналист. И я ее не навязываю никому. Я просто считаю, что это правильно. Потому что иначе можно оправдать любое деяние и под это подписать все, что угодно. Добавим. Былые заслуги не являются оправданием для дальнейшего нарушения, но при рассмотрении деятельности человека должны учитываться. Сто процентов. Согласны? Константин. Согласна? Поэтому говорю, а так, Константин, я вам сказал. Я знаю Мирошниченко, да, может быть, у вас так с ним сложилось. Я говорю, вот такие нюансы. Будем говорить, что это немножко, ну, для меня, например, я считаю, неправильно. Людей, когда ты выводишь куда-либо, должно быть таким образом, что они должны быть защищены законом. Правильно? Ты же отвечаешь за людей. Да. Они же за тобой идут. Почему так произошло? Ну, это надо беседовать. Я пока не готов вам сказать. Вы мне вот так задали вопрос, я вам сказал. Как человека, я его знаю. Людей, которые там тоже нет. Ну, не всех. Я не говорю не всех, потому что люди меняются, состав меняется. Я уже ушел где-то год с чем-то назад оттуда. Это тогда было еще КП. КП, КП, коммунальное предприятие. У нас были свои требования к людям. Почему? Потому что мы старались, чтобы они были выдержанными. Понятно, что и у нас бывали такие нюансы, когда люди не выдерживали. Всякое бывает. Ну, для этого и беседовали, разговаривали. Что здесь произошло? Ну, разительные перемены? Не знаю. Надо беседовать, узнавать. Сергея Владимирович, я вам благодарен за этот разговор. Он был не прост. Но при этом, я думаю, что определенный консенсус был достигнут. То есть, безусловно, те люди, которых вы готовили, они останутся для вас воспитанниками. Но, с другой стороны, кому, как не учителям, давать оценки своим ученикам? Часть оценок вы расставили. Часть оценок будет расставлена после, когда уже будет решение осудов. И мы, со своей стороны, будем, безусловно, вас информировать и держать в курсе событий. Предоставляю ту информацию, которую мы вот видим. Вот суд произошел, вот видео Сергея Ивановича, вот произошло. То есть, не домыслы свои, не какие-то мнения частные, а то, что происходит по факту. Ну, а вам желаю быть объективными всегда. А это сто процентов. Каждый журналист. Вы всегда видите лишь последний кадр, играя роли в чужом кино. Все тайное становится явным. Продолжение следует.